Так, друзья мои, всем пачангус, пачангус. Я вас приветствую. Мы находимся в Германии. Вот, проезжаем какие-то деревни такие красивые, немецкие, настоящие немецкие деревни проезжаем. Сейчас я вам покажу домики, как здесь выглядят. В Кенте в это время бегали здесь рыцари, как в это время, да? Да, когда-то здесь бегали рыцари. Вот, смотрите, как живут немцы. Не в столице. Так, вот еще один домик такой. Это вот можно назвать вот этот домик такой чисто немецким стилем, да? Да. У них вообще какой больше цвет? Вот такой вот желтоватый вот этот получил? Смотря на какой земле. Смотря на какой земле. Здесь такой вот, он белый и с черными такими досками. А в Баварии он белый побеленный, вверх деревянный. Вот эти черные доски, это в практических целях они или просто такая у них дизайнерская находка для красоты, да? Получается так, ага. Это, видать, со времен. С тех времен, да-да-да, с тех времен, потому что тогда это имело эту практическую... Красные крыши. Красные крыши. Все равно у каждого региона, все равно свои какие-то есть особенности, получается. На севере крышки соломы делают специальные. И соломы? Да. Ага. Такими пучками их набивают, до сих пор, кстати. И они потом под охраной города, здесь нельзя никак-то сносить, не менять ничего. Как они были, там, тысячу лет назад, такие дома, и до сих пор нужно именно такие же и делать. Только вот он у тебя где-то там в Ульденбурге жил. Мы поехали на море, там были дома с муховой крышей или как-то. Вот оно. Мох. Потом покрывается мхом. А, прикольно, так красиво-красиво. Зеленые, да, получается? Ну, да, но это вообще сырость. Не-не-не, это очень сухие крыши. Да? Да. Не, а вот через них ничего не пройдет, но она не дышит, мне кажется. Не знаю, но это уже с древности как-то. Вот, видишь, какие? Да, да, очень интересные у них вот эти вот маневры. Смотрите, друзья. Местный стиль домов. Притом и старые это тоже дома, и не старые, и новые, и старые. Вот они. Да, и крыши красные. Крыши красные, да. Да. Да, и красные. Так все выглядит очень аккуратно, красиво и мило. Как-то умиротворенно выглядят все вот эти вот деревушки. Так вот дом, допустим, стоит, даже не поймет, что он, может быть, ему 500 лет. Да, то, что ему 500 лет, трудно маскировать, да? Как вот новое, да. А видишь, у людей какая стабильность по 500 лет, дома даже у них могут быть, удивительно. У нас каждые 50 лет надо заново. Ну, здесь все на века строится. Строилось. Сейчас тоже не так. Сейчас-то все. Сейчас уже все дешево строится. Ну, сейчас просто построить, как пластмасса, там не пластмасса, да, в таком все. Или как, в американском стиле, в общем. Да, дружеск. Считовые дома, да, они строятся за неделю. Угу. Считовый дом, самый дешевый. А вообще строительство качества, они, ну, качественно все делают сами. Есть фирмы, допустим, я знаю, что в других странах есть, ну, как бы, работают жители этого страны, а есть приезжие. И говорят, что если люди работают, которые в стране живут, то есть, допустим, здесь немцы, к примеру, то есть, то их работа стоит дороже. Ну, и качество оно есть, естественно. Ну, можно также заказать, допустим, у тех же румынов, поляков. Нету такой темы здесь? Ага. Здесь фирма, да, если хорошая фирма, ты знаешь, все знают, что эта фирма строит хорошо. Угу. Некоторые фирмы строят даже многоэтажные дома с тонкими стенами. Другая фирма строит подороже, но она делает толстые стены, эти дома, она может быть качественными. Угу. Дом застрахован, если что-то случится, они должны это все перестраивать. Из-за этого им невыгодно что-то делать. Дело в том, что могут. Никому. Да, да. Дело в том, что могут посадить даже того человека, если этот дом был. Естественно. Потому что он был в ответе, вот когда произошла катастрофа в городе Бадрахенхаль, там, где мы 10 лет прожили, ну я прожил в Баварии, там, что там, а, вот это вот каток, крытый каток, да, который, здание катка, под надпором снега рухнула крыша, потому что там были деревянные палки. Там, потому что метр снега нападал, а они не чистили. Ну я же тебе говорю, я же то же самое сейчас сказал, потому что под давлением снега рухнула крыша, там кто-то погиб, кто-то остался уже. Не, Ром, мы не согласны с этим, это было не так. Это было совсем по-другому. Шел снег тогда. Да, и он лежал на крыше. Да, и он лежал на крыше сверху. И он сверху лежал. Ну ты имеешь в виду, что крыша плохая была, да? А я говорю, что крыша хорошая была, но сломалась под давлением снега. Вот, я понял, пошло по-другому. Да. И его выставили виноватым. Да. То есть даже... Она не могла выдержать этого веса. Потому что они не почистили снег, и их выставили виноватым. Да, там виноватых много было. Они просто не пошли на работу, не почистили. Из-за этого 15 человек. То есть рассчитывал он на то, что снег будет почищен, тот, кто строил. 15 человек просто... И русские, кстати, тоже, которые погибли. Дети. Дети, там все дети были. Шесть, шесть. Еще все. То есть это большой дом, получается, был, да, живой? Один парень, который... Один парень, я уже в своих роликах рассказывал. Ну, он немец, по-моему, который выжил в этой фигне, в этой катастрофе. Там у него все попереломано было. Но его вылечили. И ему то что-то то ли 1,2 миллиона дали, то ли 1,6 миллиона евро дали. Ну, компенсация. Да, 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 да. А вот это компенсация называется, реально. Счастье в несчастье. Ну, да. Я думаю, в России ему максимум несколько тысяч рублей бы дали. Первый канал. Если бы он получил бы их. И помогали даже спасатели, приезжали в Зазьбург, в город. А, спасатели. Да. С России. Счищали. То есть все. Днем и ночью, типа, поисковые работа шли. Это когда было? Это, получается, вообще крупное какое-то? Несколько лет назад? А ты представляешь, родитель стоит возле этого, да? Рухнувшего здания и знает, что его ребенок там. И не знает, живой он или нет. И вот спасатели его ищут. Какое у него было в душе, да? Да, да. Кошмар. Люди даже по 5 часов там проезжали. Даже больше. Но застройщик все-таки немец, получается, был. Да, кому принадлежал. Ага, принадлежал. Ну, вот эта халатность, это все обошлось вот так вот. То, что они почистили снег. Как раз тогда снегопады были. И моя жена возвращалась с... Ну, теперешняя жена. Да, она еще у меня была подругой. Она со школы возвращалась. И как раз упало все, да. Крыша, получается, крыша вот так вот сломилась. И, ну, и привалило всех людей. Представляешь, ты катаешься, да? И оно все вот это падает. Кстати, Фролясингу что-то не везет. Вот это здание, где... Где... Купаться как бассейн, да? Бассейн, да. Бассейн, бадилон называется. И... Там же вот, когда наводнение было во Фролясине, да? И его подмыло вот этими водами. Грунт... Ну, как... Вот этого здания. Грунтовые воды, да. Не грунтовые. Грунт подмыло. Ну, под этим... Под фундаментом. Появилась опасность, что это здание рухнет. И теперь его закрыли. А они делали перед этим ремонт, по-моему, года два назад. И теперь все. И теперь решают, строить новое. Или... Ну, если строить, опять же, будут рабочие места, налоги. И все подряд. Это как бы хорошо. Ну, и вот думают, строить или не строить. Тоже там в школу ходят, спрашивают. Ники мне рассказывала. Опрос проводят. Да, да? Угу. Такие вот места у нас. Кто-нибудь знает, как называется примерно, где мы находимся? Сонтро. 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 А где здание? Вот это, наверное... Нет. Нет. Какой-то отель должен. Друзья, находимся, как вы поняли, в Сонтро. Такие деревушки у нас, видите. Деревушки, деревушки. Посмотрим, как его называются сейчас. Красивые места. Так. Так, пока выключаюсь. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, Солнечную Калифорнию. Находимся в Германии. Шульстрассе 5, да, Макс? Что мы видим в Германии. Спасибо.